А враги даже окрестят меня диктатором и кровавым палащом. Правда же в том, что я всегда был и буду диктатором и кровавым палащом. Так, этого на гильотину, этого, ну не знаю, тоже, наверное. Ой, я вас не заметил, прошу прощения. Занимался делами Комитета общественного спасения. Сами понимаете, тяжелые времена требуют тяжелых решений. Позвольте представиться, меня зовут Максимилиан Франсуа Мария Иссадор де Робеспье. Но у меня много других имен. В школе за мой строгий характер меня звали римлянином. А позднее, во время событий нашей великой французской революции, меня знали как неподкупного защитника народа. А враги даже окрестят меня диктатором и кровавым палащом. Правда же в том, что я всегда был и буду патриотом. Но давайте обо всем по порядку. Я родился в городке Арас на севере Франции. Мой отец был потомственным юристом. Мой дед даже получил дворянство. Но приобретенное дворянство никогда не равнялось родовому. Да и жизнь нашу безоблачной назвать сложно. Нищета сопутствовала нашей семье. А мать умерла всего в 29 лет. Тогда мне было 6. И до этого умерла совсем маленькая моя сестра. В двух словах мрак. Но я не жалуюсь. Утрите свои слезы. Видимо отец после этих смертей сломался. И как водится решил выйти в магазин за сигаретами. В очень дальний магазин. Оставил нас на деду по матери. Местного пивовара. Больше я об отце не слышал. До самой его смерти. Тогда я уже был 19-летним студентом. Своими силами, без пап, мам, я закончил колледж. И отучился с отличием на юриста в Сорбоне. После чего, не имея в Париже связи, я уехал в родной Арас. Беззаботная жизнь, чтение Руссо, стихи и прекрасные дамы. Вот что скрашивало мой досуг адвоката. Но случилось эпохальное событие. Король созвал генеральные штаты. Впервые за последние 175 лет все сословия были созваны королем. Для решения кризиса Франции. И угадайте, кто ехал туда как депутат от своего города? Шел 1789 год. И запах перемен наполнял воздух. Голос третьего сословия звучал все громче. И мой голос вторил в унисон. Конституция. Тот свод прав и свобод человека и гражданина. Который уже был принят колониями в Америке. Вот что мы видели целью вновь собранных генеральных штатов. Но, как вы, наверное, знаете, переговоры с ословией зашли в тупик. Нам, избранным депутатом, опечатали зал собрания Версали. На ремонт, представляете? Самим же монархом созванный орган, а не какой-то балаган. Король пошел на поводу бесполезных дворян. А они даже налоги ему платить не соглашались. Тогда я думал, что это лишь трусость. Но мы трусами не были. Мы просто собрались в зале для игры в мяч и поклялись не расходиться, пока конституция не будет принята. Король Людовик и аристократия, понимая, к чему все идет, хотели напугать депутатов, приведя в Париж германских наемников. Мы среагировали решительно. Вооружив народ и взяв Бастилию, символ репрессии прежнего строя. Мы заставили короля признать собрание. Революция пела. Много еще событий произошло. Король то отвергал декларацию прав человека, разработанную нами. То принимал, когда на него надавили голодные женщины с ружьем. Но этот трус Людовик лгал и решил предать свой народ. И бежать к своим иностранным дружкам в германской земле. Что, впрочем, ему не удалось. В это время я работал на декларации прав человека и конституции. Мы отчетливо понимали, что даже основной закон государства, такой как конституция, не может оставаться неизменным. Как говорил Томас Джефферсон, один из авторов декларации независимости американских колоний, каждое поколение должно иметь право менять конституцию под себя. И наша, первая французская конституция, должна была быть неизменна всего 10 лет. Но случилась война с Австрией. Монархии всей Европы обрушились на Францию. И она ответила. Я был среди тех, кто убедил собрание в необходимости казни бывшего короля. Теперь уже гражданина Луи Капета. Он уже был не королем, а знаменем для австрийцев и пособников врага. Франция стала республикой, а нация взяла все в свои руки. Мы основали комитет общественного спасения, который состоял из нас, выходцев из якобинских кружков. Нет, гражданин, клуб Кожевников на два переулка ниже. Прошу прощения. Вся страна была объята мятежами. Армия терпит поражение за поражением. А внутри революционных сил единства не было как такового. Предатели революции, изменники нации и иностранные враги. Как бы вы поступили? Начали бы толкать речи о недопустимости насилия? Как наивно. Вы будто дети, друзья мои. Не получится приготовить омлет, не разбив пару яиц. Революция и свобода требовали террора. Вся экономика и все государство должно было подчиняться одной цели. Выстоять. А террор должен был стать неуклонной справедливостью. А что вы думали? Это сказка? Нет. Революция питается лишь надеждой и кровью. И заговорила гильотина. Многие тысячи попали под ее нож. Многие убиты без суда. Все в жертву республики. Мне пришлось даже казнить моих бывших друзей и соратников. Д'Антона и Д'Амулена. Забавно. Видимо, революция всегда съедает своих детей. А ведь завтра я вполне вероятно сам буду выходить на эшафот. Очерненный как палач и предатель. Впрочем, если это угодно нации и высшему существу, я готов. Подписывайтесь на канал и подскажите комитету, на каких граждан стоит обратить внимание в следующих роликах. Защищайте нацию и свободу. Вива Ла Франс! Пока!